Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о вопросах привлечения судей к дисциплинарной ответственности. Мы давно эти вопросы не обсуждали и как всегда мне пишут многие подписчики и зрители о том, что невозможно судью привлечь к дисциплинарной ответственности. Дорогие друзья, это не так. И необходимо помнить, что не только судья несет ответственность за организацию своей работы, за ее результаты, за правильность применения норм материального, процессуального права и соблюдения кодекса судейской этики, но также и председатель суда несет такую ответственность. Перед тем, как мы перейдем к этому очень серьезному разговору, дорогие друзья, должен напомнить вам о том, что если у вас есть некие юридические проблемы, вопросы, необходимость составления исковых заявлений, апелляционных, касационных жалоб, пожалуйста, обращайтесь всегда с удовольствием, поможем. Все контакты в описании к видео. Итак, дорогие друзья, сегодня мы разберем конкретный пример, а именно, когда мы говорим об ответственности председателя суда за действия судей и за организацию работы, это не просто красивые слова, поэтому я всегда рекомендую, что если вы видите отсутствие реакции председателя суда на ваши жалобы, на действия судей, на организацию работы аппарата, то это может служить основанием и для написания жалобы и на председателя суда. Итак, приведем конкретный пример. Вот, к примеру, сейчас стоит вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности главы арбитражного суда Московской области. И этот вопрос должен был рассмотреться еще в марте, но в связи с просьбой судьи о том, что он находится на стационарном лечении, рассмотрение этого вопроса было перенесено. Поэтому, дорогие друзья, когда вы говорите, что невозможно привлечь, возможно привлечение, даже такой высочайший уровень, потому что арбитражный суд Московской области, это вам не простая судебная инстанция, это очень серьезная судебная инстанция. И при этом данная председатель суда, она была председателем арбитражного суда Московской области и, скажем так, до этого она была председателем 10-го апелляционного арбитражного суда. И вот здесь, дорогие друзья, ее привлекают к ответственности именно за ненадлежащую организацию работы суда. То есть не обеспечено было равномерное, скажем так, распределение дел между судьями и так далее. Не факт, конечно, что будет установлена ее вина, но сам факт привлечения, что этот вопрос будет рассматриваться, он, конечно же, причем будет рассматриваться высшей квалификационной коллегией. И это все говорит о том, что, дорогие друзья, если вы видите, что нарушения имеются, нужно об этом писать, нужно пробивать эту стену. И как это делать, если вы не знаете, обращайтесь ко мне, все контакты в описании к видео и так далее. Это возможно делать, но это нужно делать систематично, планомерно и иметь для этого законные основания, потому что неприкасаемых в судебной системе нет. Это показывает практика. Вот так вот, дорогие друзья. И, конечно, если у вас есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Всегда с удовольствием поможем, в том числе в составлении жалоб, исковых заявлений, апелляционных, конституционных жалоб. Счастливо!